Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Политики, такие как президент Федерального Совета Швейцарии, понятия не имеют, что такое биткоин. Это и будет нашей главной темой сегодня. Также в сегодняшнем видео мы не будем говорить о цене биткоина, потому что цены в любом случае будут нестабильными. Но если что-то случится на этой неделе, я постараюсь держать вас в курсе. Теперь перейдем к актуальной теме. Вчера кто-то связался со мной в Телеграме, чтобы прислать мне ссылку на YouTube-канал WorldWebForum. На данном канале транслируются официальные прямые эфиры или прямые трансляции со всемирных веб-форумов. На одном из таких форумов выступал Иоли Мауэр, президент, а также министр финансов Швейцарии. Из его выступления становится очевидным, что политики, возможно, вообще ничего не знают о биткоине. Позвольте мне снова обратиться к блокчейну. Швейцария продвигает и развивает потенциал технологии блокчейна. В то же время мы стремимся гарантировать сохранение хорошей репутации Швейцарии как бизнес-центра, поэтому мы учитываем все риски. Например, отмывание денег. Швейцарское министерство финансов в декабре 2018 года опубликовало свой первый отчет о блокчейне. Злой блокчейн. И поверьте мне, это стало достижением. В своем заключении хотелось бы подчеркнуть, что Швейцария совершенно точно извлекает выгоду из цифровых инноваций. Наше правительство стремится идти в ногу со временем, и мы хотим сотрудничать с частным сектором. Именно поэтому я действительно ценю возможность поговорить с вами сегодня. Спасибо. Скажем, одним из убийц блокчейна могут стать деньги. И определенно лучшим и, вероятно, непревзойденным конкурентом фиатной валюты является биткоин. Так почему же все эти политики просто говорят о блокчейне? Прежде всего, биткоин все еще остается угрозой. Если в Швейцарии в какой-то момент у них будет монетарная система в форме биткоинов, а у правительства этих биткоинов окажется недостаточно, то это неважно скажется на системе Швейцарии в целом. Скорее всего, существует множество финтех-советников, которые говорят, да, конечно, есть огромный потенциал в блокчейне, Но реальность такова, что если вы начнете копать глубже, то вы поймете, что в большинстве случаев, я говорю о 99%, централизованная база данных будет работать лучше, чем децентрализованная. Главный вопрос здесь заключается в том, что политики понятия не имеют о каких-либо монетах. На самом деле, возможность убедиться в этом мы имеем не впервые. К примеру, когда в Сенате проходили слушания о биткоинах и криптовалютах, становилось очевидно, что конгрессмены недостаточно информированы о биткоине. Тем не менее, ребята, сегодня хороший день, чтобы сделать даже такое пессимистичное видео, потому что у нас есть и позитивный момент. Очень интересная новость, которая еще раз показывает, что принятие биткоина продолжается день ото дня, даже если цена на это не реагирует. Вообще, людям теперь предоставляется возможность купить биткоин в киосках CoinStart. Старт продажи монет уже начался 17 января 2019 года, то есть два дня назад. Мы рады объединиться с CoinStart, чтобы предоставить потребителям удобный и простой способ купить биткоин после ежедневной рутины, говорит Нил Бергфист, соучредитель и генеральный директор Coin.me. Биткоин теперь доступен в нашем местном продуктовом магазине. Это предложение позволит потребителям еще проще участвовать в этой динамично развивающейся новой экономике. Очевидно, что таких банкоматов еще нет в Швейцарии, но зато в Швейцарии на каждой железнодорожной станции мы можем купить биткоин в банкомате для оплаты проездного билета, что достаточно удивительно. Существует более 2000 таких банкоматов, и все они продают биткоин. Сначала это был просто эксперимент, но теперь это установленный проект. Это доказывает, что не имеет значения, что делают политики и как себя ведет цена. Криптоиндустрия растет и становится больше, и я думаю, что в какой-то момент и цена эта, метафорически выражаясь, поймет. Все-таки я надеюсь, что хотя бы кто-то из инвесторов биткоина зашел сюда не ради какой-то утопической прибыли, а ради самой технологии. И возможно космических прибыли мы и не получим, но зато я рад поучаствовать в том, что возможно станет нашим будущим. По крайней мере я в это верю. Меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!